МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 2004 года. Инициаторы создания ОПД мотивировали свою идею необходимостью отстаивания принципов идеологической платформы национально-освободительного движения, положенных в основу многогранной деятельности основателя современного независимого абхазского государства Владислава Григорьевича Арзенба. В ноябре 2006 года движение ФНА было преобразовано в республиканскую политическую партию Форум Народного Единства Абхазии. Задачи, которые приходилось решать нашей партии, в основном были продиктованы защитой суверенитета страны. Форум Народного Единства сыграл ключевую роль и в недопущении превращения в одночасье жителей Галского района, обладающих грузинским гражданством, граждан Абхазии по признанию незаконной массовой паспортизацией в восточных регионах страны. На наш взгляд, такая политика прежнего руководства страны, несомненно, ввела к распространению юрисдикции Грузии на территории Абхазии. Об этом недвусмысленно заявлял, будучи секретарем совбезоизвестных абхазских политик Станислав Лакоба. Считаем, что для всех политических сил страны, претендующих на власть, именно такой подход должен быть одним из основополагающих принципов, их программных целей и задач. Новая власть определяет статус жителей Галского района в соответствии с законом о гражданстве и международно-правовыми нормами, что даст им возможность жить в условиях безопасности и соблюдения прав. Мы неоднократно выступали публично и открыто против незаконной приватизации объектов курортно-туристической сферы, подписания в обход парламента и народа, международных соглашений, в частности по железнодорожному и банковскому кредиту, по антинародным решениям властей мы проводили массовые акции протеста, добиваясь отмены несправедливых решений. Действия форума отвечали чаяниям широких слоев общества и поэтому в дни очередных президентских выборов 2004 года кандидатура лидера форума народа единства, также одобренная Координационным Советом партии и общественных организаций, получила достойную поддержку в обществе. Последние два года форум народа единства активно работает в составе Координационного Совета политических партий и общественных организаций. Мы считаем, что эта политическая площадка сыграла значительную роль в решении многих общенациональных задач. Уверен, что у Координационного Совета и сегодня есть большой потенциал, способный принести пользу нашему обществу. Поэтому мы являемся сторонниками продолжения слаженной совместной работы в рамках Координационного Совета. Мы осознаем естественную потребность в обличении молодой энергии в деятельность не только нашей политической партии, но и государственных организмов в целом. И только разумный баланс выстраданного опыта и здоровой энергии нового поколения способен вывести страну на новый качественный уровень развития. И форум намерен действовать именно в таком направлении. Для того, чтобы оставаться партией большинства, необходимо ставить задачи и решать их. Мы должны делать то, что обещаем, и обещать то, что можем сделать. Новому руководству партии следует безотлагательно и более подробно разработать тактику и стратегию деятельности партии. Уважаемые делегаты и гости, это первое наше собрание после майских событий. Вслед за ними, как я уже отмечал, состоялись выборы нового руководства, давшие дополнительный импульс преобразованием переменам во всех сферах жизнедеятельности государства. Объективную оценку майским событиям, как вам известно, дали многие российские политики-эксперты, в том числе дипломат и политик столь высокого ранга, как министр иностранных дел России Сергей Лавров. Также по этому поводу выразили свое мнение такие известные общественные деятели нашей страны, как Олег Домейн, Станислав Лакоб и другие. Суть их высказываний заключалась в том, что света власти произошла легитимным путем. Также о легитимности и законности смены власти свидетельствуют постановление парламента о невозможности исполнения своих обязанностей бывшего президента Республики Абхазии. И главным фактором во всем этом процессе послужила отставка главы государства, подвержденная специальным заявлением. Почему нам вновь пришлось вернуться к этой теме? В последнее время бурную информационную деятельность развернула политическая партия МЦАХАРА, пытающаяся внушить обществу, что произошедшая смена власти не что иное, как государственный переворот. Развивая этот безосновательный тезис, она преследует цель оправдать свои реванчистские планы. При этом наши оппоненты преднамеренно умалчивают о том, что отставка бывшего руководства страны произошла в результате требований многотысячного многодневного народного схода, подвердившего в реальности положение Конституции Республики Абхазии о том, что носителем суверенитета и единственным источником власти Республики Абхазии является ее народ, граждане Республики Абхазии. Последнюю точку в этом вопросе поставили выборы президента прошлого года, в которых принимали участие в том числе и кандидат от МЦАХАРА. Их результаты были признаны всем обществом, России и другими государствами, поддерживающими с Абхазией дипломатические отношения, многочисленными международными наблюдателями. Признала их и МЦАХАРА, поздравивший Рауль Хаджинба с победой. Сегодня наши оппоненты, открыв информационную войду против новой власти в цели реванша, сделали ставку на откровенную ложь. Даже такую судьбоносную проблематику, как разработка и подписание договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и Россией, оппоненты не грушаются использовать в спекулятивных целях, преподнося обществу дезинформацию о том, что якобы президент скрыто подписал пораженческий договор с руководством России, о само широкое обсуждение документов в парламенте и в обществе, как имитацию обсуждения. К тому же, следует сказать, что даже целесообразность самой поездки президента в Москву на встречу с президентом дружественной России Владимиром Владимировичем Путином лидеры Амцахара поставили под сомнение. На встречах с общественностью они распространяют ложную информацию о том, что будто бы новые власти преследуют своих политических оппонентов, производят чистки неугодных в госучреждениях и так далее. В ответ на это приводим такие данные. Например, в системе МВД Минобороны, МЧС, налоговые службы Минфина, прокуратуры, руководящие посты занимают представители предыдущей власти. По районам. В Кварчарский район из 11 глав сел только 4 новые. А Чемчирский район из 28 глав 9 новые. В Сухумский район практически все на своих местах. В Удаудский район из глав 22 сел только один новый. В Гагарский район практически все на прежних местах. В системе образования только в трех районах новые руководители отделов и управлений. Во всей республике назначен только один новый директор школы. И на фоне этой статистики мы предлагаем вам, в том числе и нашим оппонентам, вспомнить события 2004-2005 года, когда проводилась чистка по принципу «Никто из оппонентов не должен остаться». Мы уже не говорим о высших эшелонах власти, где около 70% ответственных сотрудников занимают прежние должности. Между тем, руководство Форума народа «Единственный президент» подвергаются критике от однопартийцев за излишний либерализм в отношении чиновников от прежней власти. Но, несмотря на это, мы не хотели повторять прежние ошибки и идти по разрушительному пути углубления раскола общества. Обращаясь к оценке ситуации в стране, мы хотели бы предложить наше введение по наиболее важным общественно-политическим и экономическим вопросам. Проблемой первостепенной важности мы считаем обеспечением безопасности нашей страны. Сегодня в мире не осталось пространства, где в одиночку можно было бы выжить. В условиях нарастания противостояния глобальных мировых игроков, при наличии реальной угрозы реванша со стороны Грузии, стремящейся в хождение в блок НАТО, нам необходимо было предпринять адекватные шаги и действия. Этим обусловлено укрепление военно-политического союза с Россией, с Россией подписание нового договора о союзничестве и стратегическом партнерстве и дипломатические усилия руководства Абхазии на развитие отношений с Россией получили широкую общественную поддержку. Этот договор дает возможность качественного улучшения социально-экономического положения в стране. В последние годы отмечались тенденции ослабления связи Абхазии с братскими республиками и народами Северного Кавказа, сыгравшим поистине судьбоносную роль в освобождении Абхазии от агрессоров и дальнейшем укреплении ее государственности. В этом плане необходимо отметить, что новый импульс нашим взаимоотношениям придают визиты в Республику Адугея и Кабардино-Болгарию президента Абхазии и поездка секретаря Саубеза Бахамеда Килба в Чеченскую республику. Надо отметить, что визит предполагал не только официальные мероприятия, но и живой непосредственный диалог с добровольцами семьи погибших. Мы поддерживаем политику нового руководства страны в этом направлении. Характеризуя внутреннюю ситуацию, следует отметить, что экономическая ситуация в стране остается достаточно сложной. В новом финансовом году Республика живет в основном за своих собственных бюджетных источников, за исключением пенсионного обеспечения со стороны Российской Федерации. Несмотря на то, что поступления в бюджет более чем в два раза выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года за счет улучшения собираемости дологов, все это еще не покрывает потребности страны. Показательность сборы по Рызинскому национальному парку первые три месяца текущего года составила около 3 миллионов рублей. В аналогичный период за предыдущие годы сборы не превышали 30 тысяч рублей. Эта статистика свидетельствует о том, что у государства есть значительные внутренние резервы при соблюдении строгой финансовой дисциплины и отчетности. Было бы неверным обходить вниманием, какое наследство досталось нынешнему руководству страны. Прежде всего это долги по железнодорожному и банковскому кредиту на общую сумму 3 миллиарда. При общей финансовой поддержке со стороны России около 30 миллиардов прежнее руководство умудрилось получить не только 3 миллиардов внешний долг, но и почти 1 миллиард внутреннего долга, погашением которого вынуждена заниматься уже нынешняя власть. Сегодня за зарплатой, по которому задолжала прежняя власть, люди обращаются к новому руководству. А что это за долги? Например, в сельхозсфере более 80 миллионов – это долги перед теми рабочими, которые в долг занимали закладка садов и плантации. Около 70 миллионов задолжала дорожно-строительная фирма в городе Ачимчира. Абхаздоп – около 80 миллионов. Также значительный долг перед фирмами, которые без предоплаты отпускали товар строительным компаниям. Эти компании вынуждены были работать за счет банковских кредитов. Невыполнение обязательств государства перед строительными фирмами в свою очередь привело к задолженности этих фирм перед банками, как следствие, к банковскому кризису. Такая политика является настоящей авантюрой. Она загнала нашу экономику в целом в глубокий кризис. Задолжали даже перед медицинским учреждением в Российской Федерации, не оплатив 20 миллионов рублей за лечение наших граждан. Здесь уместно, на наш взгляд, сказать и о том, что еще не выявлено, куда делись 49 миллионов рублей, которые якобы перечислены Минздравом Абхазии, некой фирме, за определенные услуги. Из-за безалаберности наших представителей в договоре не были учтены гарантийные обязательства в выполнении договора. И после этого кто-то хочет сказать, что министр здравоохранения якобы уволит по политическим мотивам. Сегодня нас упрягают в том, что нет никаких изменений в стране. О переменах мы еще скажем. Сейчас хочу обратиться к нашим оппонентам. Если вы действительно печетесь об интересах страны и народа, то потребуйте от своих кумиров, пусть вернут народу деньги и погаснут долги государства, образовавшиеся в результате их бездарного правления. Упреки наших оппонентов мы расцениваем как обвинение в том, что мы слишком долго убираем ту грязь, которую оставили за собой прежние руководители. Из всего сказанного может сложиться мнение, что мы не воспринимаем критику. Мы не можем быть против критики, потому что плюрализм мнения это достижение свободолюбивого общества. Но есть одно но. Критика воспринималась бы лучше, если бы она не исходила от тех, кто еще вчера грабил эту страну или молча наблюдал за этим. В последние годы эффективность власти общества оценивает по состоянию, правопорядка и криминогенной обстановке. Уже за тех же период можно сделать определенные выводы. На данном этапе заслуживают одобрительные оценки деятельности руководства МВД по установлению общественного порядка, по усилению работы патрульно-постовых служб. Эти работы носят не разовый конъюнктурный характер, становятся более системными и целенаправленными. Можно сказать, что МВД как государственный орган в определенной степени восстанавливает свой авторитет. Сегодня в адрес Генпрокуратуры звучат много критики, причем с разных сторон. Одни недовольны тем, что не привлекают к ответственности коррупционеров, другие считают, что фигурантов по коррупционным делам преследуют по политическим мотивам. Перед прокуратурой стоит очень сложная задача, борьба с коррупцией, масштабы которых стали угрожать государству. Чтобы эта борьба стала более эффективной, Генпрокуратура в качестве субъекта законодательной инициативы вышла с предложением парламента создать Следственный комитет. По коррупционным делам проделал большой объем работы. Материалы по некоторым резонансным делам переданы в суд. Общество правит требовать неотвратимости и наказания, но и при этом оно должно осознать, что все эти процессы должны проходить в строгом соответствии с буквой закона. Только при этом возможно принятие справедливых решений. Но на этот незыблемый принцип неотвратимости и наказания должен набираться и суд. Однако в последнее время складывается впечатление, что некоторые судьи пошли на подмену закона конъюнктурой. Причем об этом говорят сегодня многие юристы-эксперты с большим опытом работы в судах и прокуратуре. В этом случае мы видим, что все эти процессы должны быть в порядке. И это не только для того, чтобы все эти процессы неотвратились. И это не только для того, чтобы все эти процессы неотвратились. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Мы очень жестко критиковали. Но и сегодня есть вещи, которые нужно достаточно серьезно решать. Где-то, исходя из того, что люди в профессиональном отношении пригодны решать вопросы возможного их нахождения в структурах власти. Но есть и люди, которые так и не поняли и не осознали. И продолжают сегодня, будучи находясь в тех или иных чиновничьих должностях, заниматься тем, что проповедовать несостоятельность этой власти. Так если мы, те, кто с вами находятся в этой работе, и вы нас критикуете, так, пожалуйста, выйдите за пределы этих кабинетов и занимайтесь этой деятельностью там, где это нужно делать. Аплодисменты В протяжении последних лет мы говорили о том, что страна переживает глубокий социально-экономический и политический кризис. И он пока не преодолен. Для этого нужно переустройство экономики, социальной сферы, политической системы и самого отношения общества к собственной стране, собственному государству. От этого выбора мы не откажемся, несмотря на все трудности, которые есть перед нами, которые пока еще предстоит нам решать. Другого пути у нас попросту нет. Мною уже создана Конституционная комиссия, в которую вошли юристы и представители разных общественных сил. Полагаю, что в течение года мы проведем реформу местного самоуправления, избирательной системы и осуществим перераспределение полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти. Что касается экономики, то ситуация гораздо сложнее. Производственная сфера практически не работает. В плачевном состоянии находится сельское хозяйство, коммуникации, объекты энергетики, водопроводы и канализации. Не хочу опять выступать в роли критика, но нас вынуждают это делать. Мы зачастую слышим о качестве тех работ, которые были по отношению к тем объектам, которые были сданы год-два тому назад. Давайте мы проедемся сегодня от Псуо до Ингура и посмотрим на эти объекты. В каком положении, в какой ситуации находятся все эти объекты? В большинстве своем. Я понимаю, когда тот или иной руководитель пытается оправдаться перед народом. Но разве не достойно внимания соответствующих структур, когда десятки миллионов потрачены на восстановление тех или иных объектов, при этом через два года нужно опять изыскивать средства для того, чтобы проводить соответствующие ремонты на этих объектах? Зачем нужно было создавать новые производства пекарен, когда при этом вокруг этих пекарен значительное количество коммерческих структур? Пойдите посмотрите в Галл, в каком состоянии находится хлебопекарня, которая буквально несколько лет тому назад, год-два тому назад была сдана. В каком состоянии находится дворец культуры? Галл, полы поднимаются. Буквально недели, две, три тому назад, можно сказать, это было сделано. В каком состоянии находится Пицунский хлебозавод? В каком состоянии находятся детские сады? Мы не говорим это ради критики. Мы хотим, чтобы дальше ответственность тех людей, которые принимали участие в этих делах, была бы достаточно высокой. И мы не хотим повторения этих ошибок. Деньги эти, которые дает нам Россия, это не деньги Хаджимба, или Арышба, или Анкваб, это деньги народа. И эти деньги должны быть использованы качественно. Как и известно, в этом и следующем году придут значительные финансовые поступления, которые были предусмотрены договором о союзничестве и стратегическом партнерстве и новой инвестпрограммой. Они прежде всего пойдут на увеличение пенсии и зарплат основным категориям бюджетников, повышение качества медицинского обеспечения, а также восстановление инфраструктуры. Меня, честно говоря, удивляет, когда некоторые злорадствуют и говорят, власть нынешняя не получит таких денег. Увеличение, я еще раз говорю, пенсии и зарплат основным категориям бюджетников. Повышение качества медицинского обеспечения, а также восстановление инфраструктуры. Кроме того, порядка 1,2 миллиарда рублей пойдет на льготное кредитование различных проектов. Мы признательны нашему стратегическому союзнику за помощь и считаем, что эти ресурсы должны послужить основой для развития наших собственных возможностей. Я часто повторяю это и буду говорить, не боюсь этого. Россия не всегда будет нам помогать. При всем том, что она к нам относится с уважением. Сделала многое для того, чтобы мы состоялись. Признала нас. Но Есть у нас эти возможности. Нам надо просто рачительно относиться к тому, что дает нам Россия, и самим изыскивать возможности, потому что эти возможности у нас под ногами. Наши граждане должны понять, что содержание собственного государства, это прежде всего наша ответственность. Если мы не осознаем этого важнейшего обстоятельства, то никакая российская финансовая поддержка нам не поможет. В настоящее время мы предпринимаем меры по увеличению дохода бюджета за счет повышения качества налогового администрирования. Идет разработка предложений, направленных на оптимизацию и повышение эффективности налоговой системы. Под руководством нового председателя Нацбанка Барателли началась основательная работа по выводу из глубокого кризиса банковской системы Абхазии. Пользуясь возможностью, я хочу обратиться к нашим гражданам и прежде всего представителям бизнеса. Вы должны быть сопричастны процессу, направленному на вывод экономики страны из тени. А это значит, нужно платить налоги, работать прозрачно, проявлять инициативу по исправлению ситуации. Со своей стороны мы сделаем все возможное для того, чтобы в Абхазии было выгодно быть законопослушным наглагоплательщиком. Без преувеличения, от этого зависит будущее страны. Активы страны должны быть введены в экономический оборот и не прозябать, не принося пользы ни народу, ни их фактическим владельцам. Поэтому будут приняты меры по оформлению и регистрации объектов, четкому выполнению договорных обязательств, прекращению практики захватов и понятия «занято». Если человек намерен работать на объекте, мы ему поможем. Если он собирается сидеть на нем, как собака на сене, ожидая выгодного покупателя, то будет поставлен вопрос о возвращении имущества и его продаже тем, кто реально способен работать, приносить пользу себе и стране. Нам предстоит многое сделать в области модернизации законодательства, повышения дисциплины и правосознания граждан. Одной из главнейших своих задач, считаю, обеспечение верховенства закона, безопасности и равноправия граждан. К сожалению, наши правоохранительные органы пока не соответствуют уровню стоящей перед ними задачи. Сказывается низкое материально-техническое обеспечение и недостаточный профессионализм. Безусловно, правоохранители нуждаются в поддержке со стороны государства и общества. В то же время, они должны понимать свою высокую ответственность за будущее страны. Наши граждане ждут от нас реальных мер по обеспечению правопорядка. И пока то, что они видят, не соответствует их ожиданиям. Тому много примеров. Хочу подчеркнуть, что лимит нашего доверия не безграничен. Если ситуация не изменится, то будут сделаны соответствующие кадровые выводы. Об этом я говорил и ранее. В стране непочатый край работы. Естественно, в ходе нее есть и будут немало ошибок. И мы будем признательны и оппонентам, и сторонникам за критику и конкретные предложения. Несмотря на разногласие, у нас есть возможность наладить конструктивное сотрудничество различных общественных сил и совместными усилиями преодолеть кризисные явления. Нужно проявить ответственность за судьбу Родины и осуществить давно назревшие преобразования, исходя из долгосрочных интересов нашего государства. А вот расскажу. Когда Баб за койлы輝, А когда Баб, Клатула за генералей, За генералей. Что к тебе? И тебе не нужно. Они ставят их, Это их. Они ставят их основе, Они ставят их, И если пеловать, Я сейчас буду говорить Если говорить, как ты, Скошить, Ты же, Ты же! Ты же, Ты же! Ты, Ты же у меня Ясю, Но я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Они не могут говорить, что это очень важно. Но я не могу сказать, что это не нужно. Это я тоже. Спасибо. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok